Подготовкой концерта для визиранов общественники занимались задолго до события. Было принято решение, что не только организация праздника, но и его видение. Концертные номера – все будет сделано силами членов общественной палаты. Нашу полегли когда-то, а превратились в белых журналистов. Любое внимание, любая организация, со стороны любой организации, очень важно для ветерана. Потому что на самом деле там можно подривезти им стиральную машинку, подзанести домой, которой они пользоваться, может быть, даже не умеют, поставить третий холодильник уже за последние три юбилея. А можно пригласить на такой чаепитие, где они попоют, пообщаются. И на самом деле для них это гораздо более важно, по моему мнению. За большим столом собрались те, кто ценой собственной жизни отстоял нашу родину перед лицом врага. Не сломился и не отступил. Ветераны с удовольствием общались друг с другом и с подрастающим поколением. Им было, что рассказать и вспомнить. Ну, надо просто порадоваться, что общественная палата впервые в районе организовала такую замечательную встречу с ветераном. Особенно для нас, это для инвалидов, войны и военной службы. Очень важно, та теплота, та обстановка, которая здесь была создана на этой встрече, она, конечно, способствует лучше нашему настроению. И надо работать, и все. Ветераны с трудом сдерживали слезы. Каждое слово, каждая песня – все было посвящено в этот день только им. Пусть счастливыми будут люди, И руководство будет самим. И руководство будет самим. Многие даже не усидели на своих местах и, как в былые времена, закружились в вальсе. Это настолько удивительный для наш праздник. Счастья вам, радости, здоровья, здоровья, духа. Ну, а духа нам не занимать у вас, Потому что такой дух, который есть в вас, в нашем поколении, мне кажется, его нет. Всего вам самого доброго, мира, мира, чтобы никогда не было войны. Гостей не только угощали, для них приготовили немало подарков от общественной палаты, благотворительного фонда «Лизонька» и косметической линии. И как ответ старшему поколению прозвучали строки стихотворения Андрея Усачева «Что такое День Победы?» Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует стеро солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Тереверку слетают в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова